В Альфа-Банке лучшая программа лояльности для бизнеса. Платим 3000 рублей за открытие счета и до 10% кэшбэка за расходы. Вот вы видите стоматологию на этой парковке? А она есть. Вот этот мужик на ободранной скамейке и есть стоматолог. Это, конечно, потрясающе, потому что он сейчас собирается ему приклеить новый зуб. У этого доктора есть, смотрите, коллекция зубов, из которой он выбирает, ну, примерно подходящий зуб. Но зуб не влезает. Тогда мы что делаем? Правильно, берем огромный напильник и подпиливаем им нужный нам зуб. Потом дантист в какой-то грязной ложке разводит клей. Я такое раньше видел, только когда в 90-е фильм про наркоманов показывали. И вот дальше, смотрите, врач просто голыми пальцами залезает в рот пациенту, запихивает в дырку клей, сверху натертый напильником зуб. В общем, короче, всю эту работу стоматолог выполнил за полтора доллара. Обжигает мне вот было, чувствовалось, как обжигает кожу головы. Самая необычная парикмахерская, которую я вмизил в мире. Барбер брызгает на голову какую-то горючую смесь, помощник подносит зажигалку. В чем смысл такой стрижки, не очень понятно, потому что волосы остаются на месте. Но барбер говорит, что это очень полезно для здоровья головы. Но, скажу честно, в какие-то моменты было прям очень и очень больно. То есть я прям чувствовал огонь, и как у меня просто запекается кожа на голове. Наш репортер Саша Потоцкий на себе испытал и пакистанское спа, и медицину. Я, честно, не планировал чистку сегодня зубов у уличного стоматолога, но... Очень надеюсь, что я не пожалею об этом. А еще познакомился и померился силами с самыми опасными людьми Пакистана. Посетил самый странный и шокирующий ритуал этой страны. Меня зовут Саша Потоцкий, и я кочевой репортер. Сейчас я в Пакистане снимаю специально для канала «За люди». И, пожалуйста, не обращайте внимания на то, что моя белая рубаха в крови. Кровь не моя. Пакистан. Красивейшая страна. На территории, примерно как наш Хабаровский край, тут живет 230 миллионов человек. То есть почти в два раза больше, чем во всей России. Наша задача – добраться до границы Пакистана и Индии. Еще 77 лет назад никакой границы там не было. Это была одна страна, и с тех пор, как они разделились, войны за территорию не прекращаются. Мы начинаем в городе Лахор. До границы с Индией 20 километров. Рынок – одно из лучших мест, чтобы познакомиться с азиатской страной. Сюда приезжают люди со всего Пакистана. То есть это такое место, где можно увидеть весь Пакистан. Время – 8 утра. Жара стоит уже страшная. Но этим парням как будто вообще все равно. Некоторые прячутся под навесами и используют какие-то самодельные вентиляторы. Но в основном торговцы просто тупо сидят прямо на земле у развалов с овощами и фруктами. Где-то это просто голая земля, а вот тут, например, торговцы накидали листьев, чтобы пыль не летела. Вот, это по-настоящему трушный маркет, рынок. Ну, здесь можно провести просто весь день, снимая портреты людей, снимая их овощи, фрукты, снимая людей за работой. Вот молодой парень картошку продает. А рядом, умудренный опытом и седой бородой, пожилой мужчина смотрит на тебя и, кажется, насквозь видит. Вот другой торговец. Увидел, что его снимают и начал фокусы с помидорами показывать. Мимо проходит еще один. Посмотрите на него. Наверное, так выглядят ирландские пакистанцы. Блин, просто сумасшедшее место. Вы посмотрите, сколько людей здесь. Грузовики вот еще подъезжают, привозят овощи. Блин, чего здесь столько нету. Грузовики на этом рынке просто отдельная тема для залипания. Смотрите, на этом грузовике бампер передний с цепочками, а по бокам тоже цепочки со специальными грузиками. Жалко, что в Need for Speed такого обвеса не было. Подъезжает следующий, весь ржавый, но над крышей каких-то невероятных размеров козырек, как будто грузовик кепку нацепил. И козырек этот расписан узорами вручную, а по кругу сотни катафотов. Такой точно на дороге будет хорошо видно. Или вот, кажется, просто машина для перевозки овощей, но затяните борта. Лестница сделана на заказ, как будто капли какие-то и тоже мельчайшая роспись. А вот здесь дверь вообще из дерева и на ней резьба. Цветы какие-то, узоры. Просто охренеть, как красиво. Как будто бы они не картошку привезли на рынок, а на выставку приехали. Грузовики разгружают руками и к своим лоткам торговцы забирают товар в огромных корзинах, которые ставят на голову. Вот бананы привезли, и тут целая процессия выстроилась. Причем посмотрите, например, на этого мужика. Корзина, кажется, больше, чем он сам весит. А чтобы не сильно на голову давило, они специальные подушечки подкладывают. Вот, например, этот дядя продает мяту, кориандр и другую зелень. Вот сейчас попробую мяту, раз пока мы не дошли до завтрака. Освежает. Очень мощный вкус у этой мяты прям. О, кайф. В общем, местные говорят, что если я буду есть мяту, то у меня будет все хорошо с пищеварением. Если с пищеварением что-то не так, надо отправляться на соседнюю улицу. Дальше у нас по плану встреча с уличными врачами Лахора, которые принимают своих пациентов прямо под открытым небом. Подобная практика существует еще с тех времен, когда Пакистан был частью Британской Индии. Вы знали, что Пакистан – это одна из самых молодых стран в мире? В 2023-м ей исполнилось всего лишь 77 лет, вашей бабушке старше. Как так получилось? Мы поговорим об этом позже, а пока, знаете, из чего делают виагру в Пакистане? Вот из этих миленьких ящерок. В общем, в Пакистане для того, чтобы стоял шлен, здесь берут безобидных ящериц, спаривают им животы, берут сок из их желудка, потом смешивают это все с жиром змеи, еще со змеиной кожей, шкурой, потом берут личинок и вот это вот все варят на таком медленном огне. И из этого потом получается масло. В общем, короче, этим маслом нужно будет мазать шлен, чтобы он стоял. Этот лоток стоит при входе на улицу врачей. И нет, тут не будет шикарных клиник и медиков в стерильно-белых халатах. Самая дорогая клиника здесь – вот такой кабинет. Это детское отделение. Тут принимают сразу два доктора. Четыре табуретки, маленький столик – вот и вся медицина. Один из докторов бинтует девочке руку, она упала с мотоцикла. Другой, чуть поодальше, накладывает повязку мальчику на плечо. Вот смотрите, операция закончена, и врач теми же руками берет деньги. Ну, эти врачи считаются экспертами в своем деле, и плюс – это достаточно дешево. То есть прием у врача обходится где-то в один доллар. Операция окончена. Девочка садится на тот же мотоцикл, с которого упала, и уезжает с папой. Мальчику тоже уже наложили повязку. Он говорит, что поскользнулся во время дождя и упал. Самое интересное – похоже, что его сюда привезла вполне официальная скорая, которую вызвали родители. Напротив детского отделения – взрослая травматология. Этот парень работал за станком, как я понял, за каким-то печатным станком, и его рука угодила туда, в станок. Поэтому он повредил руку, и это такое… Ну, ему нужна срочная помощь, и вот он пришел к травматологу. Зацените, врач открывает новый бинт и разматывает его просто на землю. Дальше он делает какой-то тампон, и чтобы освободить руки, просто сжимает его пальцами ног. Потом мажет травмированную руку какой-то мазью, заматывает бинтом. Все, лечение окончено. У меня только лучшие лекарства. В основном это травы. Это специальное лекарство от переломов костей. А вот это мазь – лучшее лекарство при болях и проблемах с мышцами. Она тоже сделана из трав. Кабинет пользуется популярностью. Каждый день здесь принимают до 30 человек. Этот кабинет принадлежал моему отцу. Он больше 30 лет работал здесь. Тогда я был ребенком, а учился у него. Теперь доктором здесь работаю я. То есть вы поняли, никакого образования у этих врачей нет. Как отцы лечили, так и мы лечим. И вот один сустав у меня сейчас сильно болит, и я попрошу его мне помочь. Может быть, он что-то с этим и сделает. Вот, сейчас меня будут лечить. Врач сказал, иншалла тебе станет легче. Иншалла – это значит на все воля Божья. Масло мне вот сейчас, которое намазал, ну, палец прям стало сразу жечь. Не сильно, но чувствуется то, что как бы температура так чуть-чуть поднимается. Простите за этот палец, но именно этот палец у меня с больным суставом сейчас. Что станет с пальцем, увидим через два дня. Оказывается, с ушами тоже можно что-то сделать. Короче, чем мне моют сейчас уши, непонятно. Ну, вроде какой-то травяной медициной. Харбл, Харбл Медицин. Так, вроде я пока еще тем ухом слышу. Правда, стал слышать чуть-чуть похуже. Оказывается, у моего ушного доктора основные зубы и как вы думаете, кто ему эти вставные зубы сделал? Конечно же, друг, доктор-донтист, коллега, который работает по соседству. Кое можно только в Пакистане увидеть, если честно. Пациент в кармане принес вставную челюсть. Думаете, доктор помыл руки или саму эту челюсть? В той же самой ложке он разводит клей и разминает ее просто руками, которые только что были во рту другого пациента. Челюсть приклеивают обратно. Буквально минута и готово. Очень красивая улыбка, которую, правда, надо закрепить еще. Врач размазывает клей между челюстью и десной. Все упало на пол. Все, что упало на пол, сейчас поднимем и вставим обратно. И финальный штрих. Клиенту дают зеркало, в котором он разглядывает свои зубы. Ну и, конечно, усы надо сразу причесать. Вот, пошли бы вы к такому доктору. Думаю, ответ очевиден. Вот Саша говорит это, а для него ответ вообще не очевиден, потому что его оздоровление продолжается. Я, честно, не планировал чистку сегодня зубов у уличного стоматолога, но... Очень надеюсь, что я не пожалею об этом. А так, конечно... Тут надо пояснить, что первые две операции делал подмастерье, то есть ученик главного стоматолога. А чистку зубов Саша доверил только главному мастеру. Это мистер Риас. И он тут очень уважаемый человек. На этом месте уже 40 лет людям лечат зубы. Вот этим он сейчас будет мне чистить мои зубы. Ну, как бы... Зубы на месте... Это уже хорошо. А десна... Ну, похоже на то, что... Либо кровоточит, либо... Ну, это та хрень, которой он меня сейчас протирал. Это просто... Пи***ц. Вы бы знали, как было неприятно, когда он вот этими металлическими ножницами елозил по моим зубам. В общем, ни в коем случае не повторяйте этот трюк. И никогда не ходите к уличным стоматологам, чтобы ставить себе новые зубы. Я дурак, пошел на чистку, но надеюсь, это мне еще не аукнется здесь, в Пакистане. Спасибо большое, мистер доктор. Как потом выяснилось, этот дантист был еще не самым плохим вариантом. В соседству с ним сидит другой стоматолог, у которого вообще нет зубов. Ну, в принципе, такое можно встретить, наверное, только в Пакистане. Вот, на вывеске указан год, с которого эта семья практикует свое дело. Это 1927-й, то есть это было еще... Они начинали еще до того, как произошло отделение Пакистана от Индии. В Альфа-банке лучшая программа лояльности для бизнеса. Платим 3000 рублей за открытие счета и до 10% кэшбэка за расходы. Сегодня граница Индии и Пакистана – одна из самых горячих точек в мире. Чтобы понять, почему так произошло, Саша отправляется на эту границу. Вот, эта надпись гласит, что эта граница – первая линия обороны Индии. Потому что, ну, исторически так сложилось, что Индия и Пакистан не очень дружат между собой. Минутка истории. Смотрите, это карта мира 1897 года. Розовые части – это фактически территория Великобритании. Английская корона тогда владела, ну, реально, четвертью земного шара. В подчинении британцев Канада, Австралия, половина Африки. Но нас интересует вот эта часть, которая тогда называлась Британская Индия. Привычку пить чай и есть карри в огромных количествах британцы привезли как раз отсюда. Несколько веков назад корона держала этих людей фактически в рабстве. Англия вывозила из континента все, до чего могла дотянуться, не особо заботясь о благополучии местных жителей. Местные отвечали бунтами, которые жестко подавлялись. Вот только один пример. Памятник в центре индийского города Амритсар. Он поставлен тут в память о резне 1919 года. Мы находимся прямо напротив места массового убийства, которое называется Джулиан Вала Бак. Это сад, где британский офицер генерал Дайер приказал армии открыть огонь по людям. И они убили более 400 человек. Слева от меня вы можете видеть этот памятник, который был установлен около 12 лет назад. И вы можете видеть изображения людей, которые высечены на мраморе, и людей, которые были убиты внутри. Знакомьтесь, это Гуриндер. Он везёт нас на границу со стороны Индии, а по дороге рассказывает. Но сначала закончим с историей. С окончанием Второй мировой войны Британия окончательно теряет контроль над этими территориями и соглашается дать своей колонии независимость. Тогда же появляется план разделения территорий. План был такой. Все мусульмане уезжают в Пакистан, все индуисты остаются в Индии. Две новые страны появляются 15 августа 1947 года. Англичане просто провели на карте черту и сказали, мы уходим, а вы теперь живёте так. Был такой юрист Сирил Рэдклифф, который приехал из Англии. Ему сказали провести черту. Он никогда прежде не был в Индии, и ему дали такое важное задание. Он провёл черту, и людям сказали переезжать. По иронии судьбы, люди не знали, где находится Пакистан, а где Индия. Миллион человек был убит во время раздела, и 20 миллионов человек остались без крови. Кроме того, появились спорные территории. Во-первых, это так называемый «Восточный Пакистан». Он оказался оторван от Пакистана основного, и сейчас стал отдельным государством Бангладеш. Кроме того, есть ещё Кашмир. За него Пакистан и Индия воюют до сих пор. Сейчас там относительно спокойно, но конфликт может полыхнуть в любой момент. И третья спорная территория — это разделённая на две части провинция Пенджаб. С индийской стороны тысячи туристов. Они фоткаются на фоне военной техники с самими солдатами. Похоже на наш День Победы, только так здесь каждый день. Вы не поверите, но здесь есть даже зона для селфи. Вот она прямо позади меня. Такая вот стена, на которой изображены очень злые военные. Ну, как можно догадаться, это индийские военные. Причём вот здесь это не просто мужчина военный, это женщина военная. Вот такие вот они, посмотрите. Здесь же продают сувениры, продают попкорн, воду, какие-то снеки. Вот. Много, я заметил, брелков, кепок именно такой милитаристской направленности. Вот. То есть там брелки с автоматами Калашникова, с револьверами. Вот. Здесь даже есть ресторан, шоппинг и фан-зон. То есть на самом деле из границы между двумя странами сделали прям вот такой аттракцион для взрослых детей и туристов. На эту границу люди приезжают, чтобы выходные провести и посмотреть на соседей. Представьте. Как видно, здесь очень много посетителей, очень много индийцев. Все приходят тут со своими детьми, мужья, жёны, короче, целыми семьями. Саше удалось побывать с обеих сторон границы, хотя никакому местному это недоступно. И вот сейчас мы проходили, нас оставил военный, просто спросил там, типа, кто мы, снимаем ли мы видео, для чего. Вот. Поэтому здесь, конечно, ну, чуть-чуть посложнее. Ну и вот, посмотрите, самый гигантский флаг Пакистана, наверное, во всём Пакистане. Здесь тоже продают сувениры, флаги Пакистана просто раздают на трибунах, только людей гораздо меньше, чем с индийской стороны. Естественно, первое, что бросается в глаза на пакистанской стороне, здесь гораздо меньше трибуны, здесь гораздо меньше людей. Обратите внимание, в Пакистане отдельно женская и мужская трибуны, потому что это мусульманская страна со своими традициями. С индийской стороны семьи сидят вместе. Смотрите, тут есть дорога, которая перекрыта большими воротами. Это и есть граница. Вокруг дороги стоят трибуны, на них собираются люди. Обстановка накалена. Люди кричат и машут руками. Кажется, что скоро какое-то побоище должно начаться. На дороге собираются люди, в основном это женщины. Они начинают двигаться к границе. Кажется, вот-вот они начнут штурмовать этот забор. Но потом все просто начинают танцевать. На пакистанской стороне в это время никакой дискотеки, к сожалению, нету. Но выступает такой очень яркий солдат, правда он без ноги, и с флагом Пакистана. К забору с пакистанской стороны подходят пограничники. Причем обратите внимание, как они маршируют. Ноги достают выше головы. То есть, что на индийской стороне, что на пакистанской стороне, весь этот марш, он проходит синхронно. Пограничники на той стороне и на этой повторяют движения друг друга синхронно. Ворота открываются, и военные с обеих сторон границы выглядят угрожающе. Вообще непонятно, что сейчас произойдет. Они драться начнут или что? Вот пограничник с индийской стороны подходит вплотную к разделительной линии и жмет руку пакистанцу. Одно из самых важных моментов вообще всей этой церемонии, это когда индийские военные пожимают руку пакистанским военным. Важное уточнение, такое рукопожатие — это не признак того, что они помирились, а просто два равных противника так показывают, что уважают друг друга. Завершается церемония тем, что обе стороны снимают свои флаги с флагштока и торжественно уносят в хранилище. Всякий раз, когда появляются национальные флаги, их снимают во время захода солнца. Таков протокол — это уважение к национальному флагу. Думаю, как вы заметили, основа шоу вот этой церемонии, она одинаковая на той стороне и на этой. То есть есть группа солдат, обязательно очень высоких, в своих костюмах, которые совершают вот такой своеобразный танец, когда они маршируют, задирают ноги и пытаются как бы устрашить друг друга. Какие здесь еще отличия в деталях? Ну, в принципе, на одной стороне говорят «Да здравствует Индия», на другой стороне говорят «Да здравствует Пакистан». На одной стороне играет индийская музыка, на другой стороне играет пакистанская музыка. Вот. То есть на самом деле удивительно вообще то, что страны и народы, которые настолько культурно близки друг к другу, вот разделены такой границей. Потому что еще в прошлом веке здесь была одна страна. То есть Индия и Пакистан были одной страной. А потом вот прям по вот этой линии, по карте прочертили границу, которая разъединила весь вот этот народ с этого субконтинента. Традиций и ритуалов, которые объединяют две страны, и правда очень много. Например, самый популярный — это борьба Кушти. Борьба Кушти похожа на греко-римскую. Главная задача — повалить соперника и зафиксировать его, чтобы не вырвался. А еще эти спортсмены чем-то похожи на японских борцов сумо. Такие же мощные и не очень атлетичные парни, у некоторых прям увесистые пузаны висят. Видок у них, мягко говоря, угрожающий. Глядя на этого бойца, начинаешь понимать, почему эту борьбу называют Кушти, что в переводе значит «убивать». Мой отец, дедушка и двоюродный брат — все они занимаются Кушти. Вот почему я тоже решил. Я занимаюсь этим больше десяти лет. Тут, конечно же, есть свои легенды. Вот они на пантеоне славы изображены, чтобы молодым бойцам было на кого равняться. Отдельно, конечно, стоит заценить трусы этих парней. Тут все самые яркие цвета мира. Но вообще, больше всего похоже на труханы-семенники, которые зачем-то подвернули как стринги. Мы сегодня сюда удачно заглянули, потому что вот эти вот борцы Кушти будут сниматься в рекламе для местной страховой компании. Поэтому обещается, что сегодня будет просто лучшее шоу. Пока съемочная группа готовится, один из борцов как будто решил картошку посадить. Вспахать землю тяпкой — это у Кушти одно из важнейших упражнений. Один вспахивает, а другой следом идет и разравнивает. Это тоже упражнение. Такой камень весит под 100 килограммов. Все тренировки проходят на улице прямо на земле. И если ты устал, отдыхаешь тут же. Смотрите на этого борца внимательно. Такое чувство, что лежит вот такой голый в грязи и думает, нафига я вообще начал этими Кушти заниматься? Мы тренируемся шесть раз в неделю, каждый день по две тренировки. Утро — время для отжиманий, бега, физических упражнений. А вечером мы вместе играем в Кушти. Эти парни невероятно популярны в Пакистане. Лучшие бойцы получают огромные рекламные контракты. Зацените, как снимают рекламу в Пакистане. Сама камера довольно профессиональная. Но вот помост сделали тут же из досок и труб каких-то. В общем, съемки и рекламы оказались не настолько увлекательными, как я думал. На самом деле, скукотища смертная. Потому что здесь записывают одну и ту же сцену. Просто повторяют ее, повторяют из раза в раз. Этих борцов Саша увидит в деле и даже сам сразится с одним из них. А пока пришло время снимать повязку, которую ему наложил доктор на улице. Ебать! Ну, пока могу сказать точно, что цвет моего пальца поменялся. Просто жесть. Опухоль не прошла. Ну, воспаление не прошло. Но боли я не чувствую. То есть, можно сказать, что эксперимент увенчался успехом только на 50%. То есть, воспаление не прошло, боль прошла. Все. Так что, уличные травматологи не творят чудес. Причина популярности таких врачей очень простая. Государственная медицина в стране работает очень плохо. Медицинский журнал «Ланцет» посчитал. По доступности здравоохранения Пакистан занимает 154 место из 195 стран. Но есть один день в году, когда можно увидеть. Медицинская система в стране все-таки есть. И она работает. Сейчас очень душно, шумно. Вокруг ножи, оружие, толпа вот бежит. Ёбберный диатор, куда я вписался? Выбраться бы отсюда сегодня живым и целым. На, Шуре, главное не упасть на землю, иначе тебя затопишь. Видите за спиной у Саши мужик с какими-то железяками? Это ножи, которые примотаны на цепь. Вот, обратите внимание, справа от меня группа медиков. Они сегодня будут зашивать людей, которые будут бить себя ножами. В какой-то момент ножи появляются в руках уже у десятков человек. Мужчины снимают с себя рубашки. Вот, сейчас вы тоже можете увидеть, как люди в едином порыве, в такт, бьют себя в грудь ладонями, кулаками. Так тоже они испытывают ту боль, которую испытал их святой. Вот, и с этого вообще начинается вот это вот избиение себя. То есть, сперва процессия бьет себя в грудь, а потом в ход уже идут ножи. Толпа расступается, в центр выходят эти мужчины с ножами, они раскручивают свои орудия и начинают лупить себя по спине просто с какой-то страшной силой. Это очень похоже на то, как у нас мужики в бане вениками себя обхаживают. Только тут, вместо веток, куски острого железа. Слышали выражение «кровавая баня»? Так вот, это оно. В общем, я в самом центре всего этого, всей этой жести, вот. С одной стороны, от меня люди бьют себя ножами и летит во все стороны кровь. И вот с другой стороны, люди тоже бьют себя ножами и летит во все стороны кровь. Некоторые люди уже настолько в крови, что на них, на их спине просто живого места нет. Толки. Это самая жесткая церемония, которую я когда-либо видел. Называется Ашура. Ее проводят в Пакистане в память об одном из святых, который принял мученическую смерть за веру. Кровь в лесу прилетела. Вот. И, ну, важное, эти люди важны тем, что они делают, стараются сделать так, чтобы никто на этом церемонии Ашура, и никто не погиб, не умер от потери крови или от больших ранений. Вот. Поэтому выходят специальные люди, которые, даже не специальные люди, просто зрители, обычные шииты. То есть они видят, когда, со стороны, как говорится виднее, они видят, когда человеку нужно остановиться. Вот. Опять полетела кровь. Ее-берный театр. Почему его так быстро уводят, этого человека? Потому что ножом он поранил себе шею и боятся, как бы там, он повредил какой-нибудь из артерий. Это просто жесть. Они взяли большой нож и срезали себе скальп. Я не знаю, они делали это собственной рукой или им помогали друзья. Но результат вы видите. То есть они срезали себе часть скальпа. И вот так же они отдают дань своей любви, дань своего уважения вот этому пророку, имаму Хусейну. Главное вообще во всем этом замесе не получить ножами. По лицу. Вот это именно то, о чем я говорил. Вот только что здесь пробегал человек, и ему ножом прилетело прям по голове. Вокруг этого места десятки, если не сотни врачей. Не тех, что лечат традиционными методами у себя в кабинетах, а настоящих. Людей перевязывают и зашивают прямо на тротуаре. При этом обратите внимание, врачи в касках, потому что им тоже может прилететь. Тут же люди с автоматами пытаются следить за порядком. А вот участники процессии. Те, кто еще полчаса назад избивал себя до потери пульса. Вот, как можно сейчас увидеть, на этом человеке очень много крови, которая уже давно засохла. И, ну, можно сделать вывод, что эту свою белую рубаху он не стирал с прошлой ашуры, или, возможно, с позапрошлой. Или, возможно, он вообще ее никогда не стирал и вот носит на каждую ашуру. Но даже этой жести Саше оказалось мало. И напоследок, после всех врачей, границ и кровавых церемоний, он решил сразиться с бойцом Кушти. Да-да, теми самыми убийцами. Возможно, я об этом пожалею, даже, скорее всего, я об этом пожалею, но, блин, хочется попробовать себя, ну, и повеселить зрителей. Бой назначили за город. Смотрите, просто на поле собираются несколько сотен человек. Народу так много, что даже на вышку электропередачи залезают. Эти люди пришли, чтобы посмотреть на другую игру, которая называется Кабади. Кабади – это очень популярная игра в Пакистане и Индии. Тут реально собрались все мужчины из соседних деревень. За порядком следят люди с автоматами. Это древняя игра, которая была изобретена в Индии. То есть она еще называется пятнашками с элементами борьбы. Ну, из того, что вы уже успели увидеть, то есть, по сути, здесь две команды. В каждой команде по четыре, по пять бойцов. Вот. И выходит боец из одной команды, выходит боец из другой команды. Они лупят друг друга ладошками очень сильно. Сейчас вот там вот лупятся, возможно, вам слышно эти шлипки, потому что, ну, все, практически, бойцы, они очень крепкие, мощные. Поэтому лупят они друг друга не по-детски. Это, конечно, будет полный п***ц, но я уже в это вписался. Вот противник Саши, здоровенный мужик в оранжевых трусах. Этот бой будет очень коротким. Боец проходит в ноги, пытается сразу же уложить Сашу, но наш репортер не сдается и хорошо себя показывает. Саши заходит за спину и прославленный чемпион Кушти на коленках сбегает. Саша кидает его пару раз, и другие бойцы уже пробегают, такие типа, ладно, ты победил, отпусти нашего парня. Вот, в общем, он мне поддавался, а сейчас я попросил, чтобы он дрался в полную силу. Вы видите, какой ажиотаж вызвала эта схватка? Все местные блогеры и операторы сбежались снимать. Главный судья просит отойти подальше, потому что все зрители отвлекаются от основной игры. Ну ладно, повеселились и хватит. Главное, он не сломал мне шею. Это уже хорошо. Это было круто. Во-первых, и боец, ну, такой классный. Ну, единственное, жаль, конечно, что он поддавался. Но все равно, я думаю, мы показали неплохое шоу для всей этой деревни. Здесь просто, ну, тысяча, даже больше тысячи людей пришли тут это все посмотреть. Думаю, этот день, этот матч Кабади они забудут еще не скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова